И в продолжение темы мусора. Свалку площадью в 4000 квадратных метров обнаружили активисты Общероссийского народного фронта в Чебоксарах. На место выехала наша съемочная группа. Вот эта вот гора строительного мусора росла здесь несколько месяцев. Прямо под забором мусоросортировочная станция. Оценить весь масштаб свалки нам сегодня помешал снег. А вот так выглядело это место пару дней назад. Бетонные плиты, деревянные балки, автомобильные шины. По подсчетам общественников, здесь накопилось несколько десятков тонн отходов. Видно, что их поджигали. Вот запах характерной горе вы тоже, наверное, чувствуете. И все это, естественно, уходит и в почву, и в подземные источники воды. И это не единственная проблема. Свалка находится в охранной зоне высоковольтных линий. А это прямое нарушение закона. На такой территории запрещена любая деятельность. Здесь уже нужно будет разбираться по земельному участку в части ответственности между администрацией города и вот как раз с Россетями. Мы направим наше обращение и в том числе и контроль над органами, и природоохранные органы, чтобы они уже со своей стороны также отреагировали и зафиксировали уже размер ущерба. За ликвидацию несанкционированных свалок с октября прошлого года отвечает региональный оператор. Мы выявляем собственников отходов, пишем им письмо с претензией о выявлении нарушений, и в течение месяца они обязаны ликвидировать несанкционированную свалку. Если муниципалитет или собственник земельного участка не ликвидирует, то рекоператор ликвидирует своими силами и расходы, понесенные по ликвидации, отнесет на собственника земельного участка. Уменьшить количество несанкционированных свалок под силу и самим жителям. Например, пользоваться услугами по вывозу мусора перевозчиков с лицензией. Так можно быть уверенным, отходы попадут на официальный полигон. Татьяна Леонтьева, Борис Андреев, Республика.